Это происходило 6 января. Место действия – тюрьма Пулич-Архим, в 30 километрах к востоку от Кабула. Никто не организовывал эту манифестацию. Тысячи и тысячи людей ехали, шли пешком к этим стенам, чтобы встретить своих родных, товарищей, когда они ведут на свободу. Нестерпимо было ожидание, жив ли, или его жизнь оборвала автоматная очередь. Люди не могли сдержать гнева. Смерть угнетателем покончена с режимом террора. И вот наступает долгожданный момент. Распахиваются тюремные ворота. И два мощных потока – бывшие узники и близкие – сливаются в бушующий океан. Слезы радости. Люди кричат «Да здравствует свобода! Да здравствует любимая Родина!» Радость и горе были в этот день рядом. Эти женщины не встретили среди освобожденных своих родных. Среди тех, кто вышел из тюрьмы Пулич-Архи, мы видели партийных активистов и религиозных деятелей, артистов и мелких лавочников, офицеров афганской армии и инженеров. Всеобщая амнистия, объявленная Бобраком Кармалем, принесла свободу 15 тысячам афганцев. А сколько тысяч невинных людей было замучено карателем? Бывший политзаключенный Мухаммед Вали, который вышел вместе с своими товарищами из тюрьмы Пулич-Архи. В Афганистане, говорит Мухаммед Вали, возникла совершенно новая обстановка. Люди почувствовали доверие к своим руководителям. У них снова появилась надежда на безопасную и спокойную жизнь. Афганистан нуждается в коренных преобразованиях. Новое правительство начало свою деятельность с конкретных шагов. Они ведут к укреплению демократического строя, свободы и независимости нашей страны. Это была невиданная демонстрация в поддержку революционного правительства. Наше освобождение пришло от людей, которые всю жизнь боролись за дело народа. Всеми силами мы будем поддерживать народную власть. На этой земле было много страданий. Мы побороли тьму. Теперь мы свободны. Мы защитим нашу родину от врагов. А в это же время...